Всем привет! На связи Борис Соколов, сайте www.vetsam.ru И давайте в этом видео я расскажу об актуальных правилах въезда для иностранцев в Россию и для граждан России, так как за последнее время произошло несколько изменений и есть о чем рассказать. А давайте сразу скажу правила въезда иностранцев в Россию. Официально можно прилетать в Россию из тех стран, с кем официально открытое авиасообщение с Россией. Международное авиасообщение с Россией. То есть им можно прилетать только на самолете. Исключение составляет Беларусь, гражданам которой можно приезжать железнодорожным путем, открыто железнодорожные сообщения с Беларусью и Абхазией. Единственная сухопутная граница, которая открыта на автомобиле. Остальным нужно основание для въезда через сухопутную границу в Россию. Скажу пример, например, с Казахстаном открытое авиасообщение. Гражданам Казахстана можно прилетать в Россию, приезжать наземным путем, на автомобиле нельзя, без оснований для въезда. Список стран, с которыми официально открытое авиасообщение будет под этим видео. Обязательно посмотрите на сегодняшний день. Какие же это основания для въезда? Их существует несколько. Я назову самые основные, которые могут быть применимы для основной массы граждан. Это для лечения и ухода за близкими родственниками. Приглашение на лечение можно оформить у наших партнеров. Они работают с официальными клиниками, подготовят для вас документы из этих клиник, которые дают официальное разрешение для въезда в Россию. А также помогут оформить визу для тех граждан из тех стран, из которых виза для въезда в Россию нужна. Помимо лечения и ухода за близкими родственниками, есть там моменты, например, для профессиональных спортсменов можно лечить, для родителей грузовых автомобилей, для членов поезда, там, экипажей каких-то морских, железнодорожных, кто работает, например, работникам, которые выполняют настройку оборудования или другую сложную работу в России и иностранных станков. Но это такие категории, которые для основной массы граждан не подойдут. А вот приглашение на лечение, возможность для лечения в России – это хорошая возможность для въезда в Россию в период закрытых границ. Смотрите, также увеличивает список родственников. Например, в мае 2021 года он был увеличен. Близкие родственники – это мать, отец, дети, родные братья и сёстры, сразу скажу только родные, опекуны, усыновители, бабушка, дедушка, внук. То есть вот этот список был расширен. Также важный момент, вот с 18 октября было введено дополнительное разрешение. Раньше можно было приезжать, вот, например, к сестре, к маме, к папе, только к гражданам России. А теперь это расширилось на тех лиц, кто имеет основание, вид на жительство, законное основание для жизни в России. То есть законное основание для жизни в России – это вид на жительство. Вот к ним также могут приезжать близкие родственники. Вообще, вот по всем этим вопросам обращайтесь к нашим партнерам, они там подскажут, какое приглашение, как оформить визу. Их контакты есть под этим видео. Помимо этого, что нужно для тех граждан, иностранцев, кому разрешено приезжать, прилетать в Россию? Итак, им нужно сделать отрицательный ПЦР-тест не позднее 72 часов до въезда на территорию Российской Федерации. ПЦР-тест должен быть на английском или на русском языке. С 1 сентября 2021 года для граждан из стран Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Молдовы, из тех стран, кому разрешено приезжать в Россию, им нужно загрузить, список этих стран тоже будет под этим видео, им нужно загрузить официальное приложение «Путешествуй без ковид», которое дает возможность для въезда в Россию. И в нем нужно будет загрузить и указать результаты этого ПЦР-теста. Есть приложение как для айфона, так и для андроида. Вот без него также официально нельзя въезжать в Россию. То есть это результат ПЦР-теста, нужно загрузить именно в это приложение. Важный момент. Можно ли сдать ПЦР-тест уже на территории Российской Федерации иностранцев? Нет, нельзя. Признаются ли различные зарубежные вакцины? Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna, которые призваны в ВОЗ для въезда в Россию без ПЦР-теста? Нет. Вот честно, не знаю почему, но российские власти на данный момент опять признают только российские вакцины. Вот только, например, без ПЦР-теста все иностранцы должны абсолютно привиты, непривиты сдавать ПЦР-тесты. Без ПЦР-теста могут приезжать только граждане России, которые привиты российскими вакцинами. Вот как раз про иностранцев я вам рассказал. Если нужна виза, какие-то консультации, приглашения, то обращайтесь к нашим партнерам. Про граждан России. Граждан России разрешено прилетать в Россию. Не делай заранее ПЦР-тест. Им нужно в течение 96 часов после прилета в Россию заполнить анкету на госуслугах. Вернее, анкету надо заполнять раньше. В течение 96 часов туда нужно загрузить результаты ПЦР-теста. ПЦР-теста нужно делать обязательно один. И тем, кто либо не прошел полный курс вакцинации российскими вакцинами, не имеет сертификата вакцинации и не переболел коронавирусом в течение последних 6 месяцев. Им нужно ПЦР-тест обязательно делать по возвращению в Россию и загружать. Те люди, кто имеет сертификат вакцинации любой российской вакцины в течение последних 12 месяцев, результаты ПЦР-теста могут не загружать. Но им все равно нужно будет обязательно загрузить вот этот сертификат вакцинации в анкете на госуслугах. Либо также можно не делать ПЦР-тест гражданам России, которые за последние 6 месяцев официально, повторюсь еще раз, официально переболели коронавирусом. И имеют справку из медицинского учреждения, которую также нужно будет загрузить в анкете прибывающего из-за границы на сайте госуслуг. Они могут не делать тест. Все иностранцы должны делать ПЦР-тесты до въезда в Россию. Ну вот, я вам рассказал все основные изменения, которые произошли о правилах въезда для россиян, для иностранцев в Российскую Федерацию. С вами был Борис Соколов, сайт visasam.ru. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. И до встречи в следующих видео. Пока-пока.